В Одессе прошли массовые крещенские купания. С эту воду окунались на 16-й станции Большого Фонтана, на Морвокзале, в Лузановке и на Лонжероне. Тысячи одесситов отважились на купания в холодном зимнем море, а вместе с ними и наш корреспондент Юлия Федорова. Это Одесса, зима и лонжерон. Сотни людей в веселом приподнятом настроении. Над пляжем звучит церковное пение. Священнослужители начинают обряд. Сначала над прорубью произносится молитва, затем вода освящается с помощью Серебряного Креста. С Крещением Господним, с праздником всех, спасибо Господи. После все желающие, кто поодиночке, а кто большими компаниями, начинают забегать в море. Все колет, жутко. Для верующих обряд омовение означает приобщение к особой благодати, которую Господь посылает на всю воду в этот день. На пляже созданы все условия для крещенского купания. Теплые палатки, раздевалки, импровизированная баня. Здесь же развернута полевая кухня. Каша, чай и сладости. Все для того, чтобы согреться. У нас тут раздают кашу гречневую с тушенкой, с салом и луком и чай горячий. Дай бог жен хороших мальчикам этим и нам с вами мира всем. Чтобы решиться на троекратное погружение в ледяное море, нужно отпустить все страхи и расслабиться. Холодно, я передумала. На пляже снег, ветер и минус пять. Но тех, кто решился окунуться в крещенскую воду, не остановить ничем. Осчистить свой дух и тело, окунувшись в зимнее море, сегодня может каждый. Медики говорят, купание в этот день дает заряд энергии, избавляет от ненужных мыслей, улучшает кровообращение, снимает боли в мышцах и суставах и даже помогает при бессоннице. Леша, теперь ты. Круто, вообще обалденно. Такое чувство радости, безопасности, легкости и что все возможно. Организаторы не ожидали, что придет так много людей, чтобы во время купания не случилось беды, на пляже дежурят скорая, ГСЧС и водолазы. Наш корреспондент Яна Нестеренко впервые в жизни нырнула в зимнее море. Признается, что решилась в последний момент. Теперь ее переполняют эмоции. Я считаю, что в жизни надо много чего попробовать и покупаться в такой большой праздник. Я считаю, это и полезно для здоровья, для души и тела. Тех, кто выходит из воды, накрывает своеобразная эйфория. Говорят, море кажется им теплым и хочется нырять снова. Когда выходишь из воды, уже не ощущается холода особо. Уже хорошо можно фотографироваться, сниматься и все можно. Вода замечательная. Она ледяная, она холодная, но она ободряющая, замечательная. Появляется энергия, становится легче жить. Прямо вот чувство, что это какая-то необычная вода. У тех, кто не успел окунуться, еще есть такая возможность. Считается, что водоемы обладают целебными свойствами еще несколько дней. А вода, освещенная в этот день, целый год сохраняет чудодейственные свойства. Юлия Федорова, Алексей Барановский, 7 канал. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА